Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа разговора о медицине и ее ведущий доктор Смирнов. Тема сегодняшней программы – все об инфарктах миокарда, что нужно знать каждому. Вообще инфаркты миокарда раньше диагностировали основным пожилых людей, а сейчас они даже случаются у молодых и иногда даже, как говорится, уносят жизни работоспособных мужчин и женщин. Как побороть атеросклероз? Чем страшно артериальное давление? Вот об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем Натальей Викторовной Трошиной. Это начальник первичного сосудистого отделения Центральной клинической медико-санитарной части, имя заслуженного врача России Валерия Александровича Егорова. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Добрый день. Наталья Викторовна, давайте начнем с того, что такое инфаркт миокарда и почему они возникают? Инфаркт миокарда – это некроз сердечной мышцы, который происходит вследствие ишемии. Ихватки кислорода, да, идут? Да, нарушение кровоснабжения в сердечной мышце, вследствие закупорки коронарной артерии, одной из коронарных артерий. То есть это как бы, как я объясняю пациентам, когда нарушается приток крови, да, у нас отмирает какая-то часть нашего сердца, и оно уже прекращает свою деятельность, так как, вернее, начинает работать не так, как раньше. То есть теряет свою сократительную способность, насосную функцию именно. Наталья Викторовна, ну вот чаще инфаркт миокарда встречается вот в каком возрасте и у мужчин или женщин, у кого чаще? Чаще, конечно, встречается в пожилом возрасте все уже, да. Это если возрастной взять сенс, да? Старше 60, примерно, да. Чаще всего это, конечно, болеет инфарктом мужчины, это 1 к 3 где-то, да, в среднем. Вот, но, к сожалению, в настоящее время инфаркты все чаще стали молодеть. И начинают встречаться не только в 30-летнем и 40-летнем возрасте, да, но и даже ранее, чем 30 лет. Вот последний случай у нас был как раз молодой мальчик, 26 лет, инфаркт с подъемом. Наталья Викторовна, ну вот существует ли все-таки вот какая-то предрасположенность к возникновению инфаркта миокарда? Может быть, генетическая или наследственная? Вот мы вначале еще до программы с вами разговаривали, беседовали, обсуждали, да, и вы сказали, что все-таки вот сам диагноз, он не передается, да, но какая-то предрасположенность к этому может привести? Да, конечно, существует предрасположенность. Есть много наследственных заболеваний, которые поражают именно эндотериальную стенку сосуда, то есть что и приводит впоследствии к инфаркту. Что это означает? То есть она повреждается, например, несовершенство какой-то соединительной ткани, именно той ткани, которая выстилает стенку сосудов, именно коронарный сосуд, и вследствие чего происходит как бы разрыв, надрыв, и образуется тромб, и также возникает инфаркт. Наталья Викторовна, ну если вот существует получается какая-то своеобразная такая группа риска, да, то есть получается, то есть мы, может быть, можем как-то предусмотреть, предугадать, да, возникновение инфаркта, или это все-таки такое внезапность всегда, да, или все-таки как-то можно подойти к тому, чтобы наблюдать заранее? Конечно, это можно наблюдать заранее, не все факторы, конечно, мы можем предугадать, да, но основные, наверное, которые приводят, можем. Все факторы можно поделить на две группы условно. Это модифицированные и не модифицированные. То есть модифицированные те, на которые мы можем повлиять, а не модифицированные те, на которые мы не можем повлиять. Кстати, это как раз генетика, наследственность. Генетика, наследственность, мужской пол, кстати. Да, пол, возраст. Да, возраст. На это мы не можем повлиять, к сожалению. А есть факторы, на которые мы можем влиять. Это избыточная масса тела или ожирение уже, смотря в зависимости от того. То есть любое ожирение. Потом повышенный холестерин, если эпидемия. Артериальная гипертензия То есть повышение давления Да, ее можно держать в рамках Курение Прием алкогольных напитков Чрезмерно употребление алкоголем Совершенно верно, злоупотребление алкоголем Потом также Есть такие факторы, как сахарный диабет Тоже, который можно не совсем Скорректировать, к сожалению Но как бы его контролировать Ну еще, наверное, двигательная активность Один из самых важных, наверное, таких аспектов Это образ жизни Наталья Викторовна Инфаркт миокарта, конечно, это внезапность Есть такой, да Но вот все-таки, что должно насторожить человека Чтобы он обратился к врачу Давайте генез более этих расскажем И что он должен предпринять Надо ли терпеть, не надо ли терпеть Можно ли принимать, кстати, валидол, корвалол Как люди обычно считают Приму такие препараты Может быть, лучше станет Самый главный симптом Возникновения инфаркта Это болевой синдром Синдром, то есть Это боль Как правило, боль Она локализуется за грудиной В области сердца И имеет радиацию То есть она может быть Имеет распространенный характер На всю грудину Когда это идет обширный инфаркт Может быть, именно в область сердца Но, как правило, она может иродировать Чаще всего это левая рука Потом может быть в обе руки Если тяжелый инфаркт у нас идет Также может иродировать межлопаточную зону Под левую лопатку Это иродиация боли В шее, иногда даже в челюсть Иногда у нас боли даже могут иродировать Это эпигастрит Это когда идет Абдоминальная форма инфаркта Эти боли пациенты И спрашивают Как у вас болело Они всегда говорят Да у меня не болело, доктор У меня вот жгло То есть это в основном боли Какого характера? Я всегда спрашиваю Какого характера? Это жгучие боли Давящие Сжимающие Если у кого была ишемическая болезнь Ранее стенокардии То пациент рассказывает Что они были намного интенсивнее Длительные по продолжительности И в принципе пациента Чаще всего Никогда не это Вернее Он понимает Что с ним что-то случилось не то Чувствует, что что-то не так Каждый человек Он может понимать Что не просто так У него болит в груди Даже на телектора Может появиться чувство тревоги Чувство страха Это уже как бы помочь Маска такая Да, это вегетативная нервная система Уже когда она срабатывает Слабость, потливость Может быть холодный пот Еще в это время И пациент понимает Что что-то не то У пациента У которого уже была ишемическая болезнь То есть эти боли будут Как я уже сказала Продолжительные И не купируются Препарат Который он принимал раньше В частности нитратом Нитратом Да Вот я помню На тректе Есть симптом кулака Или симптом левина То есть человек Где болит И он говорит Вот болит И все То есть он В принципе Даже как-то не будет В радужных красках Все это описывать Да Вот просто жмет Жгет Давит Да И вот самые такие типичные слова Когда пациент говорит Меня как будто придавило плитой Это типичный признак Или у меня как будто обожгло кипятком грудь Это вот самое распространенное Что описывают пациенты Поэтому когда появляются такие симптомы И вы чувствуете Что боли Они как бы нарастают волнообразно Вроде как бы легче И опять с новой силой нарастает И более 20 минут уже То есть необходимо срочно вызвать Конечно скорую помощь Обратиться к врачу Зарегистрировать кардиограмму А вообще вот Ну есть специализация кардиолог Да Вот Понятно что все начинается С первичной звена Это терапевт Участковый терапевт Там врач Неотложной помощи И так далее Да То есть кто впервые сталкивается Скорая помощь опять же Да Вот Но все-таки вот К кардиологу В каком возрасте нужно обратиться При каком состоянии В какой ситуации Как часто нужно снимать электрокардиограмму Для того чтобы все-таки в динамике наблюдать Хотя бы у той группы риска Которую мы назвали с вами Смотрите Ну все пациенты Которые старше 30 Имеют гипертонию Да И вообще сердечно-сосудисты риски Которые могут нам оценить Когда При диспенсеризации Да У нас у всех есть Я хотел к этому подвести Любимая тема у всех Это диспенсеризация Ну так она на самом деле дает результат Да То есть вот пациенты У которым 18-39 лет Да Они диспенсеризацию проходят Один раз в три года Правильно А те которые старше 40 Это пациенты Они могут Ежегодно Ежегодно Что такое диспенсеризация Не все кстати об этом знают Да Все время ее почему-то Наши пациенты игнорируют Да А мы каждый раз говорим Что это уникальный Скрининговый метод Совершенно верно Диспенсеризация Она в основном Проходит два этапа Да То есть первый Это скрининговый Как вы говорите Второй Это более углубленный Да Когда уже подозреваем Какие-то заболевания На ранних статях Да Консультируют Да Специалисты И вот именно Когда проходит Первый этап Диспенсеризация Да То есть у пациента Оценивают Сердечно-сосуистые риски То есть Есть шкала у нас Скор Да У кардиологов И все терапевты В принципе Да Должны Как бы владеть Ей Для чего Для того чтобы Пациента Который вроде Как бы ничем не болеет У нас Да Оценить ему Сердечно-сосуистые риски Есть ли у него риск В изиктовении Сердечно-сосуистых заболеваний Там кстати все очень просто Да Суммарно Сердечно-сосуистый риск Очень просто все Очень просто да И именно вот Первый Как бы этап Диспенсеризации Это берут у нас Кровь на холестерин Да Проводят электрокрадиограмму То есть делают Как бы Замеряют сахар У нас обязательно Да Берется сахар у пациента И Именно тогда И выясняется Есть ли Какие-то изменения Параметров Да Самых как бы основных Которые привлекут Потом Повлекут за собой Именно развитие Каких-то сердечно-сосуистых заболеваний Осложнение И измерение давления Обязательно То есть если у нас Во время В первый этап Диспенсеризации Пациента Находится Что-либо из этого Да Какой-то критерий То есть будет повышен Повышено давление Он отправляется На второй этап Правильно? Конечно И именно Во втором этапе Он кому? Показывается Ну это как раз Кардиолог Как раз Да Если это гипертония Лишиничные болезни Сердечно-сосудистые заболевания Да Кардиолог уже Смотрит Углубленные излучает Да Его проблемы И уже Зависимся от того Что Какие параметры У нас повышены Да Или Мы выявили Нам Это артериальная гипертензия Назначается Соответствующее лечение Корректируется Да Фактор риска То есть Если повышен холестерин Назначает препараты Во время второго этапа Диспенсеризации Назначаются Лекарственные препараты Для снижения давления То есть Тем самым Коррекция уже идет Да Проводится коррекция И пациенту Как бы уменьшают Вот эти факторы риска О которых мы говорили Да Те которые именно Модифицируемые И не дают развитие Дальше ишемической болезни Да Например Или там Сахарному диабету Да Вовремя То есть Можно где-то Вот остановить Это все Ну Наталья Викторовна Чтобы тоже наши телезрители поняли Да То есть получается Вот боли в сердце Вообще То есть категорически терпеть нельзя Да Ну любую боль не надо терпеть Любую боль Да Но если эта боль связана С левой половиной сердца Как мы вот это описали За грудиной Там все прочее То есть обязательно Нужно обратиться к врачу Вызвать значит Врача на дом Там или обратиться Непосредственно В отделение отложной помощи Или скорую помощь Если чувствовать что серьезно Вот Особенно У тех людей У которых ИБС Тинокардия Да Они уже знают То есть Боли начинают Более такие длительные Более сильные Не подаются купированию Да Нитратами То есть Поэтому конечно Это все очень серьезно А вот Человек перенес инфаркт миокарда Например Да Вот какова вероятность Что у него будет повторный инфаркт Да Если все таки Вот он будет соблюдать Все рекомендации Вот обязательно Есть такое Сейчас понять Как реабилитация Сейчас очень много Этому отдается Вот как вы считаете Риск Риск повторного Рецидива После перенесенного Очень много разговариваем С нашими пациентами На эту тему Очень много времени Я посвящаю Этой теме Почему? Потому что это очень важно То есть В первую очередь Рекомендация идет По поводу того Что приверженность лечения Должна быть стопроцентной Пациент уходит Из стационара Да То есть Да Я понимаю Мы назначаем много препаратов Да То есть У нас Острый коронарный синдром Инфаркт миокарда С подъема Или даже без подъема Это однозначно Как минимум Две таблетки Для разжижения крови Да И Одна таблетка От холестерина Это Официально То есть Таблеточки То есть препараты Которые Официально Как бы доказан тот факт Что они улучшают Качество жизни И прогноз И все остальные препараты Которые корректируют Еще там Сопутствующие патологии Это артериальная гипертензия Да Это сахарный диабет Если у пациента Он есть Поэтому Если есть Приверженность к лечению После перенесенного инфаркта Правильное соблюдение Рекомендаций То В принципе Риск возникновения Инфаркта Повторного Он минимален Да И если мы убираем Вот еще все факторы риска Мы соблюдаем Здоровый образ жизни Да Прекращаем курить Злоупотреблять алкоголем Ну Вообще Наши препараты С алкоголем Ну Они несовместимы Просто То В принципе Человек может прожить Качественную жизнь Ну конечно Все еще зависит от того Какой локализации Был инфаркт Да Насколько он был По распространенности Еще вот от этого И какие осложнения Были в инфаркте При перенесении При инфаркте Когда он переносил его Да Все еще От этого зависит Но Все же У меня были пациенты Которые были И с низкой фракцией Выброса И То есть После перенесенного инфаркта Да И при соблюдении Всех рекомендаций Они прожили Достаточно довольны Длинную жизнь Наталья Викторовна Ну вот сейчас Конечно Вообще Качественное Оказание помощи Идет Да При инфарктах Это стентирование Шунтирование Тоже Да Вот эти вот Стенды ставят Вот И действительно Правильно вы говорите В выписках стационара Когда они выходят Там каждая строчка Да Она имеет значение Особенно в рекомендациях Да То есть Это все Очень важно Когда соблюдается лечение Рекомендация Вот как раз Это и есть реабилитация Да Последующая В какой-то степени Про реабилитацию Мы еще не поговорим Еще отдельно Да Это отдельная тема Получается Что все-таки Вот Если человек соблюдает Все рекомендации Лечения То есть Прогноз В принципе Благоприятный Да Ну я еще Это акцент Тут нюанс Да В зависимости От степени Поражения миокарда Если все-таки У нас Трансмуральный инфаркт Случился Да То есть Немножко пациент Не вовремя обратился За помощью И фракция Выброса Сильно Пострадала То есть Обширный Некроз Конечно Все равно Конечно Будет качество Жизни страдать Но если все равно Соблюдать все рекомендации Все равно Продолжительность жизни Улучшается И увеличивается Насколько Мы с вами Говорили о диспансеризации Да Но еще Одна составляющая Это диспансерное наблюдение А диспансерное Да Это же очень важно Как раз Мы сказали Все кто прошел Второй этап Если диагноз подтвердился Человек ставится На диспансерное наблюдение Да И наблюдается Не только с заболеваниями Кстати А с факторами риска Тоже наблюдается Да Конечно Поэтому это очень важно Вот этот аспект Ну раз что мы заикнулись с вами Давайте о реабилитации Отдельно еще тоже Я знаю что вы тоже Двумя руками за это Да Там сейчас очень много Этому уделяется Значение И на самом деле Человек после реабилитации Да Даже после инфаркта Там И встает в строй Как говорится Да Живет полноценной жизнью И как говорится Семейной И личной жизнью И работоспособность И все так далее Ну Реабилитация после инфаркта Она проходит Как бы в три этапа Можно сказать Ну само понятие Скажем Что такое реабилитация Реабилитация Это комплекс мероприятий Которые направлены на то Чтобы вернуть пациенту К жизни То есть к его И качеству Да К качеству Улучшить его жизни Да И вернуть его Как вы сказали В рабочий строй И практически безмедикаментозно Получается Практически Я бы не сказала Что там безмедикаментозно Особенно после стентирования Да Ну По крайней мере Восстановить человека Да Улучшить его работоспособность Понаблюдать его То есть В основном Это три этапа Первый Начинается именно Во время лечения В стационаре Да То есть это В реанимации Именно в отделении Орид Да Когда пациент Уже начинается В первые сутки Да У нас первые сутки Или трое Там зависит от Тяжесо состояния Пациент находится В реанимации Да В первые сутки Они Ведь реабилитационные Мероприятия Начинаются То есть это Проводится ЛФК И то есть пациент Когда может Решается вопрос Когда можно уже присесть В палате Это когда он переводится В палату После инфаркта Это как бы уже Палатный режим Когда человек разрешает Там ходить И также Какие-то Лечебные мероприятия В плане Какой-то гимнастики Да Затем Это кроме лечебных То есть Кроме медикаментозного Лечения Когда начинается Второй этап Второй этап Уже начинается После выписки Стационара Каждого пациенту Мы рассчитываем Ежедневно Можно сказать Мы этим занимаемся Да Баллы ШРМ Что это такое означает То есть пациент Расценивает Оценивается То есть По определенным критериям Где он будет Ребилитироваться дальше После выписки Из стационара То есть Если он определенное Количество баллов Набирает Что ему надо Все-таки в стационаре Там 4-5 баллов Мы направляем его В кардиспансер На дальнейшую реабилитацию Если он в принципе Более активен То уже на амбулаторный Там этап И третий этап Это когда он уже Берется на диспансерное Наблюдение И наблюдается В течение первого года Точно То есть Пациент Получается После инфаркта Он всегда Как бы под контролем Да То есть Мы его Раньше Как бы Тенденция была к тому Что пациенты С инфарктом Лежат долго Да Даже в стационаре У нас Сколько день было Сколько 28 я помню Когда я начинала работать То есть Длительный период И реабилитации Потом еще отправляли Санаторий и так далее Сейчас как бы Наоборот Более ранняя двигательная Активность Это хорошо Ну в зависимости Кажется еще От тяжести Инфаркта И осложнений Его Да То есть Какие случились Во время инфаркта Вот То есть Ран Ран Как бы Мобилизация Пациента Понятно А вот Сейчас Такая нехорошая Идет тенденция Именно Энергетические напитки Всякие Коктейли Там все прочее Но Были же ряд случаев Когда это Действительно Привело к печальным Таким последствиям Особенно Когда С другими Алкогольными Напитками Смешивание То есть Сердечно-сосудистая Система Здесь тоже Вовлекается Как вы К этому Край в негатив К сожалению Стрессы То есть Вот это Постоянно Какие-то Запросы Нашей жизни Подвергают Нас к тому Вернее Приводят нас К тому Что мы все время Ищем какие-то Стимуляторы Для того Чтобы работать Больше Повыть свою Работоспособность Чтобы быть Всегда активным И особенно Наше Молодое поколение Я смотрю Они увлекаются Очень чрезмерно В данном случае Энергетики Это определенный Стимулятор Который Почему-то Сейчас Очень Серцебиение учащается Давление повышается Как раз Фактор риска Начинается Из чего Стоит энергетика Это Кофеин И глюкоза Большое количество Плюс Это еще Газированный Написок Который Очень быстро Усваивается Идет кровь И резко Вызывает Выброс адреналин То есть Надпочечники Начинают Сильно работать То есть Все органы И системы Мобилизируются Под действием Этого гормона И повышается Тонус сосудов Серцебиение Как вы сказали Повышается давление И чем опасны Эти энергетики То есть Со временем Сердце В таком ритме Работает Какое-то Четыре часа Где-то они действуют В среднем В таком усиленном режиме То есть Организм Сильно истощается Вот четыре часа Повышена Работоспособность А потом Это резкий упадок сил И человек Не может дальше работать Ему нужно выспаться То есть Подскок Скачок Вот этого гормона Адреналина Выработка надпочечниками Но это не очень хорошо И впоследствии Если чрезмерно Длительно употреблять Эти напитки Это приводит Все-таки Кипертонии Да И даже может вызвать Нарушение ритма Может вызвать мигрень Сильные головные боли То есть Никакого пользы От них я не вижу Наталья Викторовна Мы еще до записи С вами тоже Обсуждали И вы тоже сказали Со мной согласились Что хочется Наших людей Донести Что есть другая Альтернатива Совершенно верно Вот хочется Сейчас столько Открыто путей Именно для здорового образа жизни Для Какого-то Искоренения Всех вредных привычек Занятия физкультурой То есть Не обязательно даже Спортом заниматься Но физической активностью Сейчас пожалуйста Бассейны Тренажерные залы Всякие фитнес-кружки Секции Очень хочется И особенно радует Я сам тоже занимаюсь Смотрю Молодежь приходит Мальчишки приходят 18-19 лет Молодежь 20 лет Подтягиваются Приходит и 92 года Приходит один То есть Я к тому Что в любом возрасте Никогда не поздно Этим начать заниматься Действительно Чтобы вот этих Даже мысли Чтобы не было О возникновении болезни Правильно? Ну смотрите Все-таки Здоровый образ жизни Сейчас некоторые скажут Но опять началось Здоровый образ жизни Мы медики Нам хочется Ну да Я когда работаю Под своим пациентом И общаюсь с ними Когда я им лечу Ортериальную гипертензию Или вообще Как инфаркт То есть Это как бы Основной Самый первый пункт Мои беседе С пациентом Мои рекомендации По здоровому образу жизни Особенно когда Очень трудно Коррегируемое давление В молодом возрасте Повышенный вес Дизлепидемии И так далее То есть Очень пытаюсь Донести Что это очень важно Очень важно Заниматься собой Снижать вес Обязательно Устранять малоподвижный Образ жизни Нормализовать Сон Ну прогулки хотя бы Ну 30 минут в день И уж прогулки Ну 10 тысяч шагов Конечно Никто же не отменял Нет Наталья Катерина Понятно что это все Индивидуально Понятно что Зависит от зоны поражения Инфаркт миокарда Разный Правильно сказали Трансмуральный Бывает Крупноочеговый Мелко Наоборот мелко Мелко То есть Кажем человеку Визуально Но ведь Любой может Человек спросить Врача Какой уровень Двигательной активности Можно Какие можно Я не знаю В бассейн Можно Нельзя Мы всегда все Подскажем Всегда все скажем Особенно когда От лечащий врач Правильно Он же знает Это Конечно Ну почему В первую очередь Спрашивают Сколько можно Выпить Мне алкоголя Это печально Это печально Потому что Алкоголь Еще раз повторяю Наши препараты Они практически Несовместимы Либо мы То есть После инфаркта Принимаем наши препараты И придерживаемся Все таки здорового Образа жизни Чтобы не получить Рецидива Это вот важно Очень важно Потому что С каждым инфарктом Сократить способность Еще больше падает И В связи с этим Сердце Уже практически Не выполняет Свою насосную функцию Это сердечная недостаточность Которая потом Приводит к декомпенсации То есть Это что Человеку Не может полноценно Существовать Сейчас кстати Даже большинство Молодых людей Большинство молодых людей Даже в нашем регионе Они как тут Даже говорят Что сейчас Даже не модно Не курить, не пить Это даже модно Уже не модно И радует Это очень радует Потому что Да Есть надежда На то Что следующее поколение Будет более здоровым Ну и потом Просто у нас Я знаю Что идет огромная Профилактическая работа В этом направлении На самом деле Идет снижение И употребление табака И алкоголя То есть Это такая хорошая тенденция Я думаю Наш регион Придет все-таки К такой прям Высокому уровню Я тоже думаю Да Учитывая Что все-таки Молодежь Больше привержен Четок здорового Образ жизни Будем надеяться На то Что инфарктов У нас станет В будущем меньше Ну и уже Так по традиции Какие-то такие Добрые пожелания Как от врача И как просто от человека Нашим Ну я бы хотела Чтобы Никого Не постигло Наше заболевание Да О чем мы сегодня Рассуждаем Это инфаркт Чтобы никто У нас не болел Этой болезнью И для этого Люди должны Все-таки Соблюдать Доровый образ жизни Если есть Какие-то проблемы Мы уже проговорились Обращаться Своевременно Обращаться К доктору Прислушаться К советам доктора Перенимать Препараты От давления От сахара Да И диету Соблюдать Если доктор Ее прописал Спасибо большое Наталья Викторовна За такой продуктивный разговор Ну что ж Я всем желаю Здоровья Удачи Успехов Ваш доктор Смирнов Единоборство Мне кажется Это самый честный спорт Ты всегда С соперником Один на один Лицом к лицу Смотришь Друг на друга Все Обычно люди говорят Что спорт Это преодоление Но на самом деле Мне кажется Это раскрыть Себя Вообще Нигде Не узнаешь Себя лучше Чем на ринге Свои возможности Свои пределы И даже поражение Иной раз бывает Но это не конец Просто садишься С тренером Делаешь работу Над ошибками И снова Начинаешь работать Зато когда побеждаешь Понимаешь Ради чего Все это Вообще Ради чего Стоит жить Субтитры